всем привет и сегодня я познакомлю вас с таким понятием как апоптос если вы вобьете в интернетах это слово вы получите в ответ что этому программируемая клеточная гибель но на самом деле не такая уж она программируемая и не совсем гибель это систематический направленный процесс у которого есть свои задачи цели и определенная польза в организме и так ну здесь мы можем посмотреть на большую группу клеток это уже такой эволюционно приобретенный у нас как у многоклеточных механизм система все эти клетки взаимодействуют между друг другом обмениваются химическими компонентами но достаточно часто это все так вот популяризируется продвигается но надо помнить с чего все начиналось это было где-то миллиард лет назад и первые многоклеточные организмы выглядели ну вот вот так это просто маленькая сферка с клетками внутри и они взаимодействовали обменивались теми самыми химическими компонентами зачем когда вас много вы можете помогать друг другу если мы посмотрим на эти три графика то верх это ваша полезная энергия то есть вы можете накапливать белки жиры углеводы различные вещества которые вам нужны когда их достаточно много вы развиваетесь когда количество падает вы приближаетесь вот к вот этой вот черте грань гибели это как бы не хорошо поэтому многоклеточные организмы развили в себе такой механизм обмена веществами между соседними клетками и тогда клетка которая обладает высоким объемом полезных веществ может поделиться ими с теми кто нуждается и и таким образом выживает весь организм но ситуация может стать достаточно критичной и тогда может погибнуть весь организм просто одна или две клетки начнут потреблять очень много энергии очень много химических компонентов и просто завлекут всех за собой и тут нужен был некий регуляторный механизм но если все находится в таком состоянии маленького шарика мало шансов как-то выжить и что-то предпринять и клетки которые нерегулируемо теряют свои полезные компоненты они перед они начинают умирать но таким не самым лучшим образом этот механизм называется некроз клетка просто набухает у нее рвется мембрана все ее содержимое расплескивается вокруг это вызывает воспалительные процессы для соседних клеток и даже просто сам факт гибели одной из клеток может привести к гибели всему организму и давайте рассмотрим что же у нас есть в глобальном понимании вот наш апоптос он наш бро это все систематичная тема проработанная эволюционная ну и некроз он не бро и так апоптос это системный процесс который регулируется внутренними механизмами клетки он не возникает просто так он не протекает как-то так как ему захочется это специализированные белки они разбирают клетку внутри себя на составляющие компоненты режут днк не просто как попало она определенные сегменты таким образом они перерабатывают клетку на удобоваримые компоненты и подготавливает ее к дальнейшему разложению лизису соседними клетками а вот некроз он хаотичен и разрушает все вокруг себя это древний эволюционный процесс который появился еще у первых одноклеточных организмов он был необходимым для борьбы против вирусов против тяжелых условий окружающей среды потому что мы помним три миллиарда лет назад когда появились первые формы жизни на земле все было достаточно высокая температура кислорода в атмосфере не было и надо было как-то приспосабливаться и вот еще где-то с тех пор у эшерихи и коли вот самая такая распространенная бактерия остался такой механизм она формирует в себе два белка один яд а второй противоядие и когда у нее не хватает ресурсов на поддержание своей жизнедеятельности а производство яда у нее в приоритете она не может производить противоядие и сама себя убивает но погибает не вся популяция а только ее половина та которая была менее адаптивно более слабая не приспособлена и она становится кормом для более сильной части этой популяции поэтому с эволюционной точки зрения вопросы жизни и смерти они достаточно просты либо ты сильный адаптивный и можешь приспосабливаться либо ты корм для тех кто это может делать итак вот у нас есть такой мощный механизм в нашем организме регуляция гибели клеток и у древних организмов он возник и так пройдемся по основным этапам вирусы вот мы помним вот это наш главный герой на сегодня а вот эти вот фрактальные вирусы они ему угрожают суть в чем как вы видите клетки их мало и они расположены очень близко друг другу поэтому когда вирус заражает одну он начинает синтезировать в ней свое собственное днк плодить множество копий и пробираться все ближе к соседним клеткам но большинство вирусов выходят из клеток только на последнем этапе своего развития используя мембрану зараженной клетки для формирования своей собственной и если клетка убьет себя она спасет весь остальной организм от заражения вирусом поэтому как бы это один из таких хороших вариантов потому что до ближайшей системы борьбы против вируса который у нас называется иммунная система еще там 500 миллионов лет эволюции и а надо как-то выкручиваться следующее опухоль опухоль это неконтролируемая рост клеток они делятся потребляют соседние ресурсы дублируют свое днк могут даже делать до бесконечности и мы помним маленький организм у него не так-то много ресурсов он дрейфует в этом океане первичном и подобная ситуация внутри этой сферы это прям бунт на корабле и надо его подавлять если клетки будут умирать с голода просто некрозом они затянут за собой весь организм вы умереть всему организму это не самая лучшая идея поэтому нам нужен опять же таки специализированный механизм и вот тут на помощь приходит апоптоз то есть все кто не сад не работает согласно регламенту они используются в качестве корма для тех кто работает по регламенту далее повреждение днк ну и снова этот парень может быть не парень ну тогда они все были бесполые поэтому не столь принципиально как вы видите мембрана она вот от окружающей среды не так то уж далеко и малейшая радиация световое излучение инфракрасное ультрафиолетовое все это приводит повреждениям днк в этих клетках не так-то и много они не не успели еще там эволюционно накопить какие-то механизмы малейшее повреждение приводит опять же таки к его гибели надо защищаться надо спасать организм и иногда проще клетки чтобы она погибла спасая всех остальных и еще один такой уникальный момент этот механизм апоптоза приобрел свое развитие со временем у высших форм жизни он применяется для формирования различных структур нашего организма все начинается у нас с вот такой вот сферки мы просто группа шариков таких как бы мы недалеко по самому началу от этого организма но когда у нас начинают формироваться руки ноги внутренние органы у этих шар у этих клеток у них же не сформировались еще соседние специализированные мышцы которые могли бы оттянуть и поставить на нужное место поэтому в тех местах где клетки не нужны они просто систематически гибнут формируя нужную структуру то есть вот наша кисть она изначально это просто маленькая группа клеток но отмирая постепенно вот дистанция между нашими пальцами это благодаря все апоптозам клетки отходят друг от друга и дальше уже органы могут нормально формироваться так а теперь я вам покажу то как это происходит максимально приближенное в жизни то что происходит внутри клетки и как это происходит в динамике вся эта кишащая масса химических компонентов потому что клетка она ведь не только у нее есть этот механизм гибели она еще предполагает тоже свои целевые задачи какие-то клетки формируют белки химические компоненты мышцы выполняют полезную работу им надо выполнять свои задачи а не просто так умирать и давайте посмотрим как же активируется этот процесс гибели клетки ну давайте посмотрим так а здесь мы видим плазматическую мембрану той клетки которая потеряла свою адекватную способность к работе и к ней приближается специальная клетка макрофаг которая уничтожает ненужные для организма клетки у нее есть специальный рецептор который связывается с рецептором смерти на поверхности целевой клетки и вот что теперь у нас происходит цитоплазм этот рецептор активирован к нему присоединяются специальные адаптерные белки далее они вот так вот и носят в пространстве цитоплазма до тех пор к ним пока к ним не присоединяться про к спазы про к спазы это пришли предшественники к спаз и вот вместе они формируют уже целый белок к спазу когда этот белок к спаза активировался это восьмая к спаза она начинает активировать другие белки к спаза номер три вообще группа белков которые являются к спазами они древние с тех самых первобытных времен и особо не изменились и вот мы наблюдаем нарастающий к спазный каскад а в это время третья к спаза начинает разрушать все остальные белки в клетке подготавливая клетку к завершению своего жизненного цикла и вот как вы видите чем больше у нас к спаз тем больше они реагируют тем больше они создают себе подобных белков и это все просто превращается в такую вот волну то что называется к спазный каскад и и эта волна движется по всей клетке подобная волна давит на митохондрии из них выходит цитохром c это еще один белок он необходим для формирования такой структуры как апоптосома это специальный белок который может более массовой и качественно активировать все белки внутри клетки в к спазу 3 чем развивает более активный внутренний процесс разрушения клетки вот она вот так вот хитрым образом собирается из многих белков это все необходимо для того чтобы измерить избежать случайного срабатывания данного механизма потому что а если путь активации саморазрушения клетки будет достаточно коротким этот механизм может случайно сработать и но это будет не самый лучший вариант и следующим этапом вот к спаза 3 начинает разрушать внутриклеточный цитоскелет внутри клетки есть длинные нити которые поддерживают ее форму как только этот цитоскелет режется клетка начинает терять свою форму на мембране появляются волны и она отсоединяется от того участка в котором находилась и просто вот распадается на маленькие пузырьки но внутри которых находятся как раз разрезанные белки разрезанная днк и вполне себе удобоваримые для соседних клеток так как мы сообщество молодых ученых мы любим читать википедии и делиться своими знаниями я решил что картинка с википедии очень качественно подойдет для объяснения что же происходит вот во всем этом процессе но когда вы впервые на нее смотрите первая реакция возникает просто первый день на проекте что куда зачем и не как-то она все непонятно но давайте мы просто разберем эту картинку по пунктам и я вас научу как вот как биологи на это смотрят убираем все лишнее что у нас есть мембрана и клеточное ядро в нем гены их регуляции и наша цель апоптос на мембране находятся все белки которые реагируют на внешние факторы и приводят клетку гибели тот путь который был показан на видео это путь через специальные рецепторы смерти к ним присоединяется белок рецептор смерти активируется как вы видели на видео и формируется вот тот самый коспазный цикл на разрушение клетки это вот мы будет будет у нас первая группа специализированных рецепторов а вторая группа это у нас уже с митохондриями и выходом цитохрома c любой механизм апоптоза первый его признак это выход цитохрома из митохондрий это любой другой механизм который не специализированный повреждение клетки может быть соседний сигнал повреждение днк то есть все дальше сводится к митохондриям и выходу цитохрома вторая группа и дальше третья группа вот это все оставшееся оно может выглядеть очень просто ужасным и громоздким но все эти механизмы в конечном итоге сводятся просто к ядру клетки у нас много различных генов много разных механизмов и для каждого из этих механизмов есть свой специфический белок и так или иначе они все просто получают свое подтверждение от клетки о том что все плохо надо бы завязывать со своим существованием попадают внутрь ядра клетки там проходят повторную проверку и дальше по все тому же циклу митохондрий цитохром c формирование апоптосом и в конечном итоге клеточная гибель вот такой вот краткий обзор о том что же такое апоптос спасибо за внимание вопрос такой после того как клетка разберется на вот это большое количество пузыречков в них же должны оставаться белки которые разбирали после того как эти пузыречки поглотятся какими-то другими клетками белки разбирающие не начнут ли свою работу снова не начнут ли убивать клетки которые не должны умереть тут вся хитрость вот то что я рассказывал про эшерихи и коли которая синтезирует яд и противоядие в один момент где-то похожий механизм происходит и внутри каждой клетки то есть там был специфический рецептор смерти вот на видео представлен и он активировал специальный белок к спазу 8 которая запустила весь этот цикл в здоровой клетке у нее есть возможность и ресурсы подавить этот процесс активации и если у вас есть ресурсы на подавление значит у вас все нормально если нету значит возможно это относится как раз к тем соседним механизмам что одна паптотическая клетка может затягивать соседние но может происходить и одинокие такие события судя по всему сказанному я так понял что клетка это что апоптоз это самопожертвование клетки во благо других и такой вопрос а возможно ли с помощью апоптоза вращивать конечности на самом деле это очень такой интересный вопрос дело в том что группой американских ученых было проведено исследование как полагается на лабораторных мышках по их предположению было что рубцевая ткань блокирует развитие крупных клеточных структур и что если избавиться от такого эффекта как рубцевание то в конечном итоге все клетки дальше вырастут и заново можно будет восстановить утраченную конечность они конечно же убирали механизм рубцевания другими способами они подавляли иммунитет этих лабораторных мышей но да они в конечном итоге получили подтверждение того что они отрезали мышам лапки а потом у мышей эти лапы заново отрастали если мы будем целенаправленно активировать допустим у пациента апоптоз вот в этих клетках которые зарубцевали повреждения то да есть некая вероятность гипотетическая того что можно будет восстановить утраченные конечности органы любые повреждения дякую за лекцию хотела запитать по-перше чьи вси клетины статные до апоптозу и от чего это зависит то может какие-то клетины больше и второе это чем отличается апоптоз от аутофагии так первая часть все ли способны в принципе способны все клетки у них есть эти белки внутренние просто какие-то например клетки костной они они к этому менее склонны потому что в костной ткани есть большое содержание кальция эта ткань инертна в ней повреждения возникают реже но все равно эти клетки могут переходить в апоптетический путь гибели а есть клетки эпителиальные которые наш первый барьер с окружающей средой и вот у них этот процесс достаточно развит ну не в том плане как технологически а достаточно часто случается чтобы не затягивать весь организм в воспалительные процессы ну а так или иначе конечно апоптоз присутствует везде и в нервной ткани он даже принимает участие для формирования нашей памяти а по поводу аутофагии тут как бы просто исходя ну чисто из названия аутофагия это само поедание тут штука в том что апоптоз это не процесс того что клетка сама себя поедает она себя разбирает на составные кирпичики камушки и жертвует собой ради соседних клеток но в процессе апоптоза действительно могут принимать участие те белки которые принимают участие в процессе аутофагии это специализированный процесс под разрушение поврежденных внутриклеточных структур клетка в случае голодания может использовать процесс аутофагии для потребления внутренних ресурсов и сохранения своей жизни то есть она не обязательно должна погибнуть как только активируется процесс аутофагии а вот если активировался процесс апоптоза она уже однозначно погибнет я хотела спросить по поводу того какие еще структуры у нас формируются в нашем теле при помощи этого процесса апоптоза то есть ну ручки это классические примеры а есть какие-то еще примеры в процессе эмбриогенеза у нас формируется вот этот шарик из клеток на определенных этапах на нем формируются канавки бороздки которые потом становятся позвоночником черепной коробкой другими структурами и вот на этих этапах тоже участвует апоптоз для формирования этих канавок и таких малых структур для того чтобы они стали более большими и крупными у тех же головастиков у них хвост когда отпадает он тоже отпадает по этому механизму так что выпирающей части тела это не предел Хотел спросить насколько я понял если у клетки нарушен механизм апоптоза она способна вызвать раковую опухоль и вообще почему происходит нарушение этих процессов апоптоза нарушение подобных процессов это ближе скорее к математике потому что есть порядка там шестидесяти путей защиты и проверки правильности работы этого механизма а вот тот же белок P53 который регулирует точнее блокирует опухолевый рост он не знает о том что там клетка в каком-то или ином состоянии находится когда в клетке что-то идет плохо этот белок активируется потому что клетка не способна его подавлять и он активирует весь процесс уничтожения клетки чтобы она не перешла в опухоль но есть вероятность того что большая часть вот этих вот путей из шестидесяти разные белки внешние повреждения все-таки нанесут массовое повреждение массовую блокировку всех этих систем и тогда клетка станет именно раковой раковая клетка еще от своей обычной опухоли отличается тем что она просто копирует свое ДНК внутри ядра тратит все ресурсы до которых дарвется чтобы копировать ДНК просто копировать ДНК и делиться копировать ДНК и делиться она так делает бесконечно бесцельно и когда опухоль становится огромной она давит на внутренние органы что уже и создает проблемы но если мы посмотрим вокруг на миллионы людей у каждого человека внутри организма миллионы клеток и рак конечно распространенное заболевание но не такое уж и часто но суть в том что среди всех этих миллиардов клеток на самом-то деле с точки зрения математики повреждение сразу всех там 60 путей защиты это крайне редкое событие но вот так вот спасибо за лекцию скажите пожалуйста а какое время занимает вот этот процесс апоптоза если считать от сближения с клеткой макрофага и до той стадии когда это уже отдельные пузырьки по времени тут конечно зависит от типа ткани ну допустим в костной будет достаточно медленно происходить но если вот из того что мне доводилось работать с эпителиальной тканью там это вполне себе там за 15-20 минут этот процесс уже можно начинать наблюдать через пару часов уже будут четко видны вот эти вот самые апоптические тельца и сферки но это для эпителиальной ткани нервная ткань способна частично себя там отщипывать но соответственно если костная вот она может занимать где-то до 24 часов ну таким вот образом у нас интервал от двух часов в среднем до суток этот процесс может занять а и а и до сих до сих до сих